Трехдневный поход на Киев обернулся для Кремля тем, что Россия больше не сможет продолжать войну против Украины без поддержки со стороны Северной Кореи, Ирана и Китая. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что война закончится, если Иран и КНДР прекратят военную помощь, а Китай – поставки товаров двойного назначения и компонентов. «Мы знаем, что Россия несет чрезвычайные потери на поле боя благодаря храбрости и эффективности украинских военных», – отметил Вуд во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Актуальность вопроса о катастрофических потерях российской армии в войне против Украины возросла после информации о том, что Путин был вынужден привлечь солдат КНДР. Вот, например, что заявил по этому поводу координатор по стратегическим коммуникациям Совета Национальной Безопасности Белого Дома Джон Кирби. «Давайте проясним, если северокорейские солдаты действительно вступят в бой, это будет свидетельствовать о растущем отчаянии России в ее войне против Украины. Россия терпит колоссальные потери на поле боя каждый день, но Путин, похоже, намерен продолжать эту войну. Если Россия действительно вынуждена обращаться к Северной Корее за людскими ресурсами, это станет проявлением слабости, а не силы Кремля». Или вот, например, как информацию о военных из КНДР прокомментировал президент Финляндии Александр Ступ. «Я думаю, мы просто видим, насколько отчаялась Россия. Задайте вопрос любому человеку в мире. Хотели бы вы, чтобы северокорейские солдаты сражались на вашей стороне? И, вероятно, ответ будет нет. Именно поэтому мы видим этот акт отчаяния со стороны России, у которой не так много союзников в мире. Она полагается на иранское оружие, на северокорейских солдат. Куда уже хуже». «Если России приходится призывать на помощь северокорейские войска, это многое говорит о состоянии ее дел», – заявил министр иностранных дел Норвегии. Схожее мнение выразил и министр обороны США Ллойд Остин, когда заявил о том, что у Путина проблемы могут быть куда серьезнее, чем многие представляют, если он уже вынужден просить не только оружия, но и войска у Северной Кореи. «Очевидно, что ресурсы в тюрьмах и российских провинциях заканчиваются, желающих воевать даже за космические выплаты становится все меньше. Привлечение северокорейцев – это попытка пополнить армию РФ хоть на сколько-то обученными военными в короткие сроки. И если в этой ситуации интерес Путина понятен, то какую выгоду для себя видит Ким Чан Ын?» Северокорейский диктатор ничего так сильно не боится, как смены своего режима. Этим они с Путиным похожи. Ким Чан Ын хочет иметь ракеты, способные достичь любой цели на территории США, что, как он считает, даст его режиму определенную степень защиты. Сейчас КНДР передает России оружие людей в обмен на технологии для тактического ядерного оружия. Как пишет издание The Economist, ссылаясь на комментарий главы украинской разведки Кирилла Буданова, Россия помогает Северной Корее обойти санкции и укрепить свой ядерный потенциал. Так Россия передает некоторые технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и системы запуска подводных ракет. Но это еще не все. Ким Чан Ын хочет, чтобы его армия набралась опыта в реальном бою. И это та причина, по которой сейчас так сильно напряглись в Южной Корее. Ведь обратите внимание, Сеул сейчас воспринимает присутствие войск КНДР в войне России против Украины как угрозу собственной безопасности. Южную Корею волнует факт, что те северкорейские солдаты, которым удастся сохранить свою жизнь, наберутся боевого опыта и научатся управлять дронами. Таких знаний нет ни у кого в мире, потому что только Россия и Украина сейчас ведут настолько масштабную дроновую битву. Так что потом эти северные корейцы могут вернуться назад к себе в КНДР и обучать там остальных военных. Поэтому эта ситуация действительно опасная для Южной Кореи. Поэтому Сеул уже раздумывает над тем, чтобы направить своих военных специалистов в Украину. Поэтому присутствие войск КНДР на войне России против Украины выходит за границы региональной битвы. До недавнего времени Северная Корея считалась скорее региональной угрозой, пишет в статье для сайта Берлинского фонда наука и политика Элизабет Зу, специалист по обычным и ядерным вооружениям КНДР и по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако самое позднее, с тех пор, как Россия начала использовать против Украины артиллерию и баллистические ракеты из Северной Кореи, стало очевидным, что Пхеньян участвует в разжигании конфликтов далеко за пределами Северо-Восточной Азии. Именно по этой причине Южная Корея сейчас рассматривает план отправки в Украину военного и разведывательного персонала в ответ на привлечение подразделений из КНДР к войне на стороне России. Военные разведчики могли бы проанализировать северокорейскую тактику ведения боя или принять участие в допросах военных из КНДР, если они попадут в плен. Власти Южной Кореи также рассматривают возможность и прямых поставок вооружений Украине. И об этом сейчас поговорим.